Отдельный фрагмент, у нас пять фрагментов. Я единственное сделаю, вот такой фокус. Нет, читайте, честно говоря. Вот там сидит мужчина, вот разгромнился. Он будет левоев, правда, я согласен. Андрей Николаевич, надо нажимать. Я буду убегать периодически. Он будет осветить, а я буду идти. Ну, пожалуйста. Вот, это самое. И, значит, фильм, конечно, вот мы как раз при двери этого говорили. Венбире этого говорили, значит, фильм 54-го года. Ну, здесь он цветной, это записается. Вообще он черно-белый, как-то называется. Ну, цветной тоже интересно вообще. Надо посмотреть, черно-белый, потом цветной. Ну, конечно, черно-белый, это оригинальный. Но надо сказать, что через несколько лет, сейчас точно не помню, в 68-м году, что ли, в 67-м, Козинцев, Смахтуновский, ну, вообще, наши руководства возили в Лондон. Ну, конечно, там лучшие силы шекспировской, собственно говоря, науки. И, конечно, два фильма такие мощные. Это вот фильм, конечно, Лоренца Альбьер, он сам был режиссер. Но все же, все же, надо отдать должное, что выделены были вот эти, много постановок, вообще, экранизации Гаммель. Ну, конечно, были выделены вот два фильма. Это, конечно, Лоренц Альбьер и Григория Козинцев. И к нашему, так сказать, удовольствию, все-таки, многие шекспироведы, и, в общем, было отмечено, это, конечно, все-таки фильм Козинцев. Потому что, так сказать, решение, которое предложил Григорий Михайлович, конечно, оно все же больше понравилось. Здесь, так сказать, мнение шекспироведов было, в смысле, что советский фильм, все-таки, в большинстве, хотя и им, конечно, надо дать должное. Фильм Лоренц Альбьер, конечно, тоже фильм прекрасный, талантливый, генеральный, но решен совершенно по-другому. И вот мы сегодня поговорим, конечно, о самом фильме, но и, конечно, о самой трагедии. Потому что я, как-то, проснулся ее, прежде всего, познакомившись с книгой Ефима Семеновича Добина. Ну, сам Ефим Семенович, вообще, человек очень интересный. Он родился в 1901 году, умер в 1977 году. С 19 лет купил большевистскую партию, ну, естественно, прямо на фронте, то есть на гражданской войне. Ну, он был коммунист, конечно, но, так сказать. Но в дальнейшем он перешел к такой литературной работе. И вот, конечно, его книга, которую мы сегодня, вот так сказать, он ее сразу написал в 1964 году. Видимо, он ее посмотрел, как фильм посмотрел, так и сразу написал. Вот, и он здесь разбирает, извините, 66-го года, 66-го года, я сразу не могу, конечно, написать. Вот здесь он разбирает, как раз, по некоторым позициям, фильм. Ну, на основании фильма он разбирает саму трагедию. Ну, во-первых, вот, с чего он начинает? Вот давайте мы сейчас, как раз, и, так сказать, войдем в ткань фильма. Это у нас будет на коне. На коне. На коне. Да, пожалуйста. Такая, что же, ушел. На коне. На коне. На коне. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Ну, вот, что это за всадник? Это сам наследник крестола, принц Гамлет. Но еще, еще, сейчас мы видим на коне, это скакал студент Виттенбергского университета. А откуда он скакал? Он скакал из Виттенбергского университета в замок своего отца, своей матери, в свой замок, Эльсино. То есть, это центр власти. А откуда же он скакал? И что это за университет? Ну, если очень условно, конечно, потому что Шевспирт так особо не привязывался, там, так сказать. Но, если учесть, что это где-то 16 век, ну, скажем, там, середина 16 века, вот, то Виттенбергский университет был создан где-то вот в самом начале, ну, в конце 14-15 веков был создан Германией. Вот, и пользовался славой, нам очень важно понять, ну, университеты они, в общем, в Европе уже были, но именно Виттенбергский университет назывался Афинами Германии, Афинами Европы. И он такой был, скажем, вот, провозвесник будущей эпохи просвещения. То есть, если, скажем, родители, так сказать, ничтоже сумняшись, не разобравшись, вот, отправляли своего ребенка вот в такой университет, как Виттенбергский, где, например, был Жордано Бруно, ну, кстати, Жордано Бруно, как один из тоже, в общем-то, лиц, которые создавали вот эту эпоху будущей просвещения, инакомыслия, так скажем, вот, он был сожжен, как известно, мы помним, в 1600 году, то есть церковь, в общем, к этому относилась очень строго. И Гамлет был студентом университета, где проповедовалась идея добра, света, справедливости, ну, того, что, скажем так, еще со времен там Марка Аврелия, помните, император был в Риме, философ, император-философ, что самое главное для человека, это быть хорошим человеком. Конечно, понятие такое несколько размытое, но сейчас скажем, что принц Гамлет возвращается из учебного, высшего учебного заведения того времени, которое, в общем-то, распространяло идеи, вот, сейчас, если бы так сказать, прав человека, вот, идеи добра, справедливости, отношения к тому, что человек имеет свои какие-то права, ну, для того времени, куда он прискакал, здесь живут по правилам реального времени, то есть, младший брат короля, его супруга Гертруда, вот, в какой-то момент приняли решение убить отца Гамлетта, вот, ну, Гамлетт еще не знает об этом. И вот он, как раз, так сказать, возвращается, вот, в этот замок, причем возвращается он в качестве, вот, с одной стороны, прежде всего, конечно, он наследник, он, собственно говоря, имеет все права в дальнейшем наследовать трон, но, с другой стороны, с другой стороны, он студент, вот, того самого университета, и те знания, и те друзья, которые его окружали, они, конечно, вот, прорастают в нем в дальнейшем, в дальнейшем. Поэтому, вот, попытка всегда играть вот Гамлета очень таким депрессивным, так сказать, мрачным даже, она в какой-то степени, вот, Ефим Семенович Догин, он, в общем, разумно показывает, что она, ну, не совсем права. Его обычно играет меланхоличным, он так бродит по замку, так сказать, вот. А это человек, который, ну, в фильме Козинцева, как раз, показано иное решение, чем, как правило, было. Ну, вот, например, даже, вот, великий такой актер Московского художественного театра, как Василий Качевок, он играл в Гамлете тоже, вот. Он, конечно, в большей степени все-таки, вот, говорил о работе мысли, которая, конечно, присутствует в Гамлете, в такой глубине мысли, вот. Вот, но в то же время достаточно, вот, все-таки, уходил в такую, какую-то меланхолию, в какие-то, вот, в большей степени рассуждения. И, вот, Гамлетт, вот, в данном фильме, прежде всего, и в том, с чем, я думаю, мы согласимся, это, конечно, представитель новой исторической генерации, вот этот носитель новых, таких духовных, нравственных идеалов, норм, вот. Вот, ну, в дальнейшем он будет жертвой, конечно, дворцовых интриг, не пойму, но в то же время он привнесет вот это новое начало, которое через несколько сот лет, вот, веки просвещения уже начнет побеждать, собственно, и мы сейчас с вами живем, так сказать, то, что вообще, я хочу напомнить, у нас, значит, человечество есть только две, так сказать, формации, или, значит, мы принимаем религиозное мировоззрение, да, что было какое-то некое начало, которое мы не представили, ну, божественное начало, которое дало, так сказать, толчок всей жизни, если мы должны соотноситься с этим. И второе, это такое начало, это просвещение, что вот есть природа, законы природы, которые мы до конца еще не знаем, но мы их изучаем, ну, и когда-то изучим. Вот, и мы, так сказать, вот соотносимся только с практической такой реальной ситуацией, что трава растет потому, что там происходят молекулы различные, химические какие-то процессы, вот, ну, и вообще, так сказать, звезды образовались таким образом. То есть, значит, значит, сейчас, так сказать, ну, при всем, конечно, там, что религиозное тоже есть мировоззрение, но все-таки это, конечно, эпоха просвещения. Вот начиналась она как раз в средневековой Европе, вот, в принципе, с таких вот университетов, как Виттенбергский, и с такими, вот, как раз мыслями, которые привнес, привнес, вот, Гаммед. Вот, как раз, вот это режиссерское решение Козинцева, оно, как раз, вот, и попытка, вот, там, вот, ветер, вот этот, развивающийся плащ, все это, как-то, как-то бессознательно привносит нас, куда они мчатся, ну, это, опять, молодость, да, так сказать, вот такие, ну, там, так пожилые люди, они, если на коней скачут, то они скачут, так сказать, спокойно. А здесь он несется, он врывается в этот замок, что очень важно, да, вот, по мосту проскакал, и за ним спутники проскакали, и охрана даже, так сказать, нескольких, это как-то, в общем, и вот эта вот разница вот этого в фильме ветра, ветра, это тоже определенный такой исторический тон, который задается Козинцевым, вот, движение, и вот эта тяжесть, громад общественного строя, которое символизировано, вот, в замке Альсино. Ну, напомню вам, кстати, что декорации полгода строились под Талином, когда остановились. Телета. А? Телета. Так, да, там, недалеко, недалеко от Талин. Вот, ну, вот, у молодого принца, вот, в этот яркий солнечный день, вот, когда они еют по дороге, вот, когда они несутся, во-первых, он юноша. Ну, Смоктуновский, конечно, прямо скажу, гениально сыграл, потому что он, конечно, совсем далеко не юноша был, он мужчина уже был, зрелый, так. Ну, вот, сумел показать, потому что, если вот сейчас бы даже ставили бы, то кассет проводили бы, вот, искали бы, там, двадцати, там, двухлетнего, двадцатипятилетнего юноша. А, может, он бы не сыграл бы так, потому что Смоктуновский, конечно. Вот, и вот у принца лицо сурового северного склада, капнань похорных волос, и он счастлив вот этим движением, движением, свободы, вообще от того простора, который есть. И вот его слова, которые он первое говорит своим спутникам. Какое чудо природы человек, как благородно рассуждает, с такими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движениям, поступками, как близок к ангелам. Ну, смысл прозвел, конечно, в такой жизнерадостности этого человека. Вот, и здесь, безусловно, такой оптимистический манифест Козинцовым заранее, так сказать, задан декларативно. Декларативно. Ну, здесь еще, когда, напомню, Дмитрия Шискаковича музыка, конечно, я думаю, она производит, да, наверное, когда они отнесутся на коле. Вот, и, значит, здесь вот он встречается сейчас с Горацио, со своим, так сказать, ну, более пожилым таким наставником, вот, товарищем, который знал его отца. Да, и, значит, он говорит о величии покойного отца Гамлета, Гораций. Я видел раз его, он был король. Ну, и Гамлет отвечает, он человек был в полном смысле слова. Ну, здесь, честно говоря, такой тоже, и к самой пьесе, так сказать, вопрос. Он человек был в полном смысле слова. Насколько Гамлет вообще был знаком со своим отцом, так сказать, наверное, да, но он тогда юноша, потом был отправлен в университет. Отец, наверное, как король занимался государственными делами, в общем, наверное, не мог уделять уж такое. В общем, но, во всяком случае, здесь показано, что Гамлет очень высоко ценит своего покойного отца. Да, вот, и, ну, пока он еще не в курсе того, что, собственно, произошло еще, он не встретился с призраком. И вот здесь, в этом прологе, когда он влетает на камеру, в Эльсинор, как раз вот показан вот этот вот дух Виттенберга, который несет Гамлет. Ну, и Эльсинора, в какой-то степени даже, я вот вспоминаю, так сказать, вот если взять у нас, такая была эпоха, ну, здесь люди, так сказать, помнящие 60-е годы, эпоха Оттепеля, помните? Эпоха Оттепеля, когда Никита Сергеевич Хрущев, в силу политического обстоятельств, после 20-го съезда, в общем, были послабления данные, и началась, так сказать, определенная, вот, назвали эпоха Оттепеля, что сразу дало толчок, конечно, культуре, вообще развитию какого-то гражданского чувства, вот, но, правда, и привело к тому, что, в общем, развелась определенная оппозиционность такую, которая вот. Ну, пока, вот, мы говорим о такой веселости принца, который, так сказать, вернулся, вернулся, вот, и, так сказать, как правило, Гамлет играли вообще без улыбки, вот, тот же Василий Качалов, он его играл, как правило, вот, такая саркастическая, кривящая губой улыбка, такая больше напоминающая гримасу, даже такие горькие складки вокруг рта, когда еще, собственно говоря, Гамлет, а с чего ему, он молод, красив, умен, закончил один из лучших университетов, так сказать, впереди у него, так сказать, вообще, прекрасная дорога, вот, любит мать, дядя, так сказать, вот, все прекрасно, казалось бы. Вот, и вот эта веселость у Гаммета Смоктуновского, она вот прослеживается в двух моментах. Это первая минута, когда он встречается со своими друзьями, Розенкранцем и Гильденстерманом в фильме, он еще не догадывается о том, что его друзья после беседы с королем, с полонием, так сказать, вот, ну, с руководством, скажем так сказать, государства, попросили их так приследить за принцем и, в общем, так сказать, докладывать, так скажем, вот, и они согласились. Вот, он их встречает, вот, по прежним их встречам, спорам, рассуждениям, ну, там, каким-то молодежным выпивкам, так сказать, встречам, и радушно протягивает к ним руки, и вот здесь у него улыбка простодушная, юная, мальчишеская, озаряет его лицо. То есть, вот, как говорится, пахнуло вот какой-то такой, знаете, студенческой радостью весны, молодости. И затем еще есть один момент, когда вот это безмятежное выражение лица мы видим у Гаммета, это когда он приветствует заезжую труппу актера, вот, он к ним обращается легко, привольно, к нему подбегает один из актеров, молодой юноша, и принц радостно узнает его, видимо, они там где-то встречались до этого. Вот, и потому что юноша приветствует его петушиным криком, вот, ну, тоже, так сказать, и здесь они чувствуют себя, актеры, абсолютно непринужденно в обществе датского принца. Вот, и здесь вот как раз наблюдает эту встречу король Клавдий и королева-мать. И вот Клавдий, ну, человек, безусловно, тоже опытный в реальности, так сказать, власти и борьбы за власть. Он замечает, к нему привязано простонародие. Вот, и затем, когда, вот, там, в дальнейшем, если мы по пьесе там вспомним, когда Лаэр, это брат Аферии, сын убитого Аполония, он настаивает, чтобы Гаммер был предан суду, вот, то Клавдий, в общем, уходит от ответа и заявляет, что, да нет, суду не надо, потому что привязанность к нему простых людей, вот, она, так сказать, не нужна, не нужен суд, потому что за него могут заступиться. И вот, значит, два вот этих момента, вот, в том числе с актерами, как раз, вот, показывает внутреннюю такую свободу Гамлета, когда он встречается с друзьями, ну, это, естественно, когда мы встречаемся с друзьями, то вот, всегда настроение наше улучшается, становится лучше, и вот с теми актерами, которые он, которых он знает, и которые знают его. И вот здесь, вот, как раз, Козинцев дает такую объемность, глубину характера Гамлина, его стереоскопичность, вот, и, ну, может быть, подсознательно, даже, вот, не понимая, может быть, того, что нам объясняет автор Ефим Семеновича этой книги, а мы чувствуем это, всю глубину, вот, характера этого персонажа. Надо сказать, что вот здесь тоже очень важно, вот, он проскакал, а кто это проскакал вообще, вот, там, я знаю, что, ну, мы, в общем, молодые люди смотрели, прекрасная наша молодая молодежь, в общем, я говорю, вот, сейчас мы будем смотреть, там, Гамлета, значит, фильм, вот. А кто проскакал вообще, непонятно, кто проскакал, что вы что-то говорили, не читали, да? Ну, кто-то проскакал, видимо, важно, что он так, вот, летел прямо, вот, говорится, вот. То есть, лица Козинцев сознательно не показывает, потому что важно, он мог бы показать, там, скачущего, вот это, да? А вот это вот движение, вот, о котором, вот, Дубин как раз пишет, очень важно, что вот здесь не показано, все идет на общих планах. И в дальнейшем, когда вот он сбегает по ступеням, в дворцу, когда мчится там по дворцовым залам навстречу матери, падает ей на грудь, вот, сотрясаясь от рыданий. Вот, ну и затем Клавдий добавляет, а, да, и менее скорбейте, с тем решили мы супруге взять сестру. Причем, говорит громко, на весь зал, так сказать, весело, так уверенно, да? Вот. Сестру и королеву нашу. И он становится королем. Затем вот следует такая пауза, ну, и сразу говорит, да, со смешанными чувствами печали. И радость, и с улыбками в устах. Ну, естественно, здесь вот прекрасная игра актеров, конечно, режиссура, даже человек, который не знает еще так много ничего, но как-то уже вызывает чувство какой-то внутреннего непонимания. Как же так? Если он умер, так он как-то там скорбить надо в какой-то срок. Если вы не скорбите, так как-то почему вы не скорбите? Вот. Но здесь мы видим также и то, что сановники, которые окружают короля, королеву, принца, вообще, так сказать, они с почтителем благоговением внимают вот этим манифестом. Вот. В парадном дворцовом зале там присутствуют также иностранные послы, то есть весь зал полон придворными. Сияют различные нагрудные цепи, круженные воротники, бархат, облегающий шею, шлейфы, драгоценности. Ну, вот черный бархат, он, так сказать, и постно похоронное выражение лиц у некоторых, оно явно внешнее. Явно внешнее. Вот. Ну, затем, что бросается в глаза даже не Клавдия, а сидящая рядом с ним Гертруда. Которая восседает вот в этом троне, в высшее государственное, так сказать, учреждение. И она не может сдержать женской, плотской, томной, любящей улыбки по отношению к Клавдии. В особенности, когда Клавдия что-либо говорит, обращаясь не только к ней, а и к залу, она постоянно улыбается. Вообще, создает впечатление, что вообще они счастливы. Все прекрасно. Вот. Ну, сам Клавдий упоен своим величием, сам уверен. Вот. И вот здесь Гамлет в первый раз мы видим его лицо, которое начинает погружаться в раздумья. И мы видим вот уже человека мысли. Смоктуновский. Смоктуновский. Ну, Натинтий Михайлович, конечно, гениальный актер, надо сказать. Ну, вот трагедийный конфликт начинает развиваться. Начинает развиваться. То есть, уход в себя. То есть, принц, как чувствующий глубоко человек, вернулся. Вот жизнерадостный, веселый, тем более, вот эта скачка на коне, так сказать, вот. И он попадает вот в это торжественное заседание какое-то, так сказать, прием в зале дворца. И он чувствует какое-то вот несогласие с чем-то. Король расточает различные похвалы всем. Вот Полония, своему ближайшему советнику. Разрешает также там провинившемуся вот сыну Полония Лаэрту вернуться. Но самые сердечные, радушные интонации Клавди приберегает, конечно, для Гамлета. И с улыбкой обращается к нему, ну, как наш Гамлет, близкий сердцу сын. Вот. Камера двигается к месту, где находился Гамлет, а его нет. Вот здесь тоже очень точно, тонко. Молодые люди, в общем, ну, не только молодые, но в данном случае. Если вот они что-то почувствовали очень тонко, вот он раз и покинул. Что, конечно, нарушает весь ход, так сказать, да? Понятно, что умные вот все эти царедворцы, так сказать, ну и сам король из королевы, они, конечно, чувствуют, что у этого человека что-то на душе не то. То есть в Альсиноре он, получается, одинок. Он прискакал, приехал к своим родным, к матери, к дяде, вот, в общем-то, к своим родным, к друзьям, так сказать, и близким. А оказалось, что одинок. Ну, здесь вот различные ученые, которые, так сказать, различные философы, они, конечно, обращали огромное внимание на трагедию Гамлет. Например, один из них, это немецкий романтик, 18 века, Авгус Шлегель. Он, например, считал, что именно в непомерном развитии мышления, рефлексии, кроется слабость Гамлета. Излишне рефлексивен. Вот, другой исследователь тоже романтизма немецкого, Тат Крафт. Он усматривал первопричину трагедии Гамлета в размышлении, которое ослабляет способность к совершению дела. Ну, это мы видим, наверное, и в окружении нашем есть всегда такие люди, друзья, которые размышляют, или мы сами даже, в общем, подвержены этому, говорим, а может быть делать, может не делать. Он, знаете, так приляжен, приноснем там, что-то уйдет какое-то, и как бы все, в общем-то, ничего не сделаем. Вот, Редшер, тоже, так сказать, очень интересный мыслитель уже 19 века. Он считает, что основной узел трагедии – это болезненный разлад между безграничностью мыслей и ограниченностью действия. Пишер, тоже из немецких романтиков, считал, что датский принт запутывается в сетях размышлений. Ну, здесь, надо сказать, что, конечно, современное шекспироведение, вот, ну, советское и российское, ну, и западное, оно все-таки сейчас, конечно, признаюсь, что, ну, не до такой степени запутывается в своей рефлексии. Хотя, так сказать, вот, подчеркиваю, что это умонастроение принца, воспитанника вот этого Виттенбергского университета, от Лиславутова. Еще раз подчеркнем, ну, Виттенбергский университет – это вот как, вот опять же, возвращаясь к эпохе «Оттепере», это, в определенной степени, как вот Московский университет, Ленинградский университет. Вот я вспоминаю по себе, вспоминаю сама, значит, школьникам я посещал малый философский факультет. Мне было 16 лет, для старшеклассников было, и, значит, там такие речи раздавались, которые, хотя, в принципе, для нас это было, ну, да, вот там, ну, критика Сталина, конечно, всего того, что было в прошлом, но, в общем, достаточно очень редко такая критика шла. То есть Московский и Ленинградский университет, я думаю, Киевский, Саратовский, ну, и другие были. Ну, в общем, это вот такие были очаги, конечно, новой мысли какой-то. Вот Виттенбергский университет, где преподавал Джорджану Брону, да, тоже работал. Вот он, так сказать, собственно говоря, воспитывал новых людей. И вот будущая эпоха просвещения 18 века, она как раз вот и привела к Великой Французской революции, вот о которой пишет Дорин. А фактически Великая Французская революция, вот, она объявила войну, вот этому реакционному романтизму, который, так сказать, в общем-то, давал оценку трагедий, вот, братьям Шлегеря, например, немецким всем романтикам. И интерес, конечно, к Гаммету в дальнейшем все более и более возрастал. И вот жалобно-слезливый тон, плаксиво-сентиментальные выражения покорности судьбе, которые, вот слышите иногда про экфристики Гаммет, они, конечно, у Козинцева совершенно, так сказать, его отрицают. Слезы ради слез. Вот таков, например, был девиз одного из крупнейших таких актеров, Максиме Альна Корна, это был любимец, в общем-то, венской публики, он играл Гаммета, вот, то есть он играл вот в рамках вот этого, так сказать, этого девиза. Ну, тоже крупный актер европейский, Миль де Бриент в роли Гаммета, играл такого слабого, нежного, условно говоря, маменькиного сынка, неспособного к деянию. Меланхолия Гаммета подавалась им в сентиментальных тонах, и он превращался в слабкоголосого говоруна, элегантного юношу, вздыхающего при лунном свете. Ну, и многие другие актеры, то есть, в принципе, можно сказать, что в 19 веке вот такая вот, собственно говоря, позиция игры Гаммета, она вот становилась такой модой. Гаммлетизм даже, он проходил в жизни, когда молодые люди, так сказать, вели себя именно вот с таких позиций. Вот. Ну, подчас и в русском театре, в русском театре, тоже, так сказать, пробивалась вот подчас такая расслабленная нота. Ну, например, вот Чехов писал тоже об одном из ведущих актеров русского театра, Иванов-Козельский, он играл Гаммета. Вот Чехов писал, что он про хныков. Про хныков. Вот. А Гаммлет не умеет хныкать. Слезы мужчины дороги, а Гаммета и подавны. На сцене нужно дорожить ими, а не проливать попусту. Вот. Ну, вот, например, в другом актере отмечалось тоже, который играл Гаммета на русской сцене, Россов. А было чрезвычайно много женственного. Очень много было женственного. То есть мы можем сказать, что вот как раз Гаммлет Козельцева это определенная степень трагедия борьбы, а не безысходности принца. То есть протест, а не бессилие. Хотя он ими гибнет, но гибнет как вот Джордана Бронна. Джордана Бронна, конечно, вообще это страшно его сожгли, но он настолько прогремело вот его учение, его имя, что даже вот погибнув, на его примере, это церковь хотела показать, что как раз ни в коем случае нельзя делать так, как он писает то, что говорит, то. А на самом деле он явился вот таким вызовом. И в то же время Гаммлет – это будущее в настоящем. Этот вот студент Виттенбергского университета, вернувшийся в Эльсинор, в мир, ну, тяну, зла, лжи, убийства, да, так сказать. Ну, реальный мир, так сказать, да, реальный мир. Вот. А он, в данном случае, будущее в настоящем. В то время как Клавди, Гертруда, Олони, друзья, Гаммета, Розенкранс, Герденстерн, и к несчастью даже Афелия, все-таки это вот настоящее, которое неотделимо от прошлого. Ну, вот, значит, мы поговорим о Гаммлете, значит, как вот уже наследнике, наследнике, то есть Эльсиноре. Итак, вот взгляд Клавдия уткнулся в пустой стул. То есть Гаммлет ушел. Королева поспешила за сына. Вот. Ну, надо сказать, что, я думаю, ну, по крайней мере, я вот тут читал, ну, раз перечитал. Ну, перевод Пастернака, конечно, вот, ланфинского, но вообще, тоже зависит от того, какой вам перевод нравится, честно говоря, потому что у нас есть, в городе живет, слава богу, живет Иван Гиденко, так вы, может, найдете его в этом, в интернете. Он, конечно, очень тщательно вот изучает, и он по-английски читает, там, находит очень много разного. Потому что, конечно, Пастернак все-таки вешает свое, лазинский свое, вот, ну, другие тоже переводчики, вот. Ну, вот, в то же время, все-таки, я и скажу из того, что, безусловно, мать любит сына. Но, в данном случае, она еще и женщина. Она любящая женщина. И меланхолическая, вот, эта физиономия принца совершенно портит ее приятное расположение духа, вот эту благополучную атмосферу царствования. Вот. И она даже, вот, так сказать, в какой-то степени упрекает, что, так сказать, ну, слезы пролиты. Отец твой похоронен. Вот. И траур кончился. В общем, необходимо жить дальше. Вот. Ну, Гамлет, как известно, не соглашается, вот. И мы здесь видим, какими словами, собственно, здесь можем определить вот игру с Мактуновского. Играет, вот здесь даже, вот Додин правильно пишет, что играет ли актер, даже он пишет здесь не вполне уместно, потому что Мактуновский не просто читает, произносит текст, а он думает. Он полностью и безраздельно владеет, вот, мыслями и чувствами Гамлета. Вот его артистическая природа настолько тонко, вот, вот эту душевную мембрану, чувствительнейшую душевную, вот эту свою, с мощным, таким, каким-то передатчиком. То есть, внутреннее, вот это чувство, он умеет передать нам на экране. И вот в каждый данный миг внутренняя жизнь Гамлета вот просматривается нами на всю вот эту душевную глубину. Вот стоит Мактуновскому чуть-чуть повернуть лицо, поднять, опустить глаза, повести ими в сторону. И мы сразу же вот это чувствуем, вот эту непрерывность его душевной жизни. И вот здесь я как раз хотел взять из другой книги, вот, а как снималось, вот здесь как раз корреспондент приехал на съемки фильма. А прежде он заехал за, значит, Иннокентием Михайловичем на Московский проспект, вот, перед тем, как ехать на съемки вот Гамлета, разрешил с Мактуновскими доехать домой. И что он видит? Что актер сидит на кухне, ест колбасу с компотом, радуется детским рисунком сына Филиппа, вот, и, так сказать, абсолютно, вот, так сказать, вот, как корреспондент пишет, он его видел еще в прошлой картине «Бесокосный год», где он играл современного парня, вот, так теперь даже он мне показался как-то и проще. Я подумал, может быть, это только показалось, невольно прибавляешь Гамлета к его нынешнему облаку. Но уже в машине Смактуновский меняется, говорит серьезно, не торопясь, возле студии вовсе замолкает, а потом в коридорах, здороваясь, разговаривая, остря, куда-то уходит мыслями, и вдруг возвращается оттуда, и опять смешливый. Вот. Ну вот, здесь вот, уже когда он переоделся, когда с ним поработали гримеры, он идет по коридору светло-кремовой распахнутой рубашки в черном трико с перевязью от шпаги, красивый, стройный, идет неторопливой походкой, выпрямившийся, совсем не так, как ходит актер Смактуновский в жизни, а в жизни Смактуновский ходит слегка с согнутым, и один его шарф, бывает, не совпадает по длине с другим. Любопытная походка, создающая впечатление развинченности. Вот. А здесь уже он идет по коридору, и все оборачиваются. Так он красив, да не красив, а что-то в нем иное, что привлекает, заставляет посмотреть вслед. Вот. Это вот работа, насчет работы актера. И вот здесь мы, я хотел, так сказать, так сказать, подойти. Вот, весть, значит, после встречи с призраком об убийстве отца вызывает вот у Гамлета какую, прежде всего, чувство и даже вопли. Это обрыв связи. То есть оказывается мир кровавый, коварный, палачески жестокий. Убийство отца рвет вот днеслезующую нить. Оставляя, что оставляет нам человеку смерть, ну, близкого человека, но если он там случайно как-то даже погиб, ну, например, в транспортной катастрофе, что вообще чудовищная трагедия, ну, как-то и то нарушает весь ход, так сказать, А если мы вот узнаем еще о том, что в семье, ну, бывают большие семьи, скажем так, где вопросы наследствия в общем важные. Понимаете, имеется в виду такие, знаете, семьи, где человек 20, и так живут все плотно вместе, да, там, бабушки, дедушки, двоюродные, троюродные, но кто-то глава, скажем, кто-то глава. И, в общем, там может случиться, и там случаются трагедии, о которых классики и русской литературы, и европейской писали. Вот. И вот после этой встречи, когда потеряна связь времен, так сказать, вот, как раз вот рождается, рождается вот то, о чем как раз я хотел подвести знаменитому монологу, знаменитому монологу, знаменитому монологу «Быть или не быть?» «Быть или не быть?» «Быть или не быть?» «Быть или не быть?» «Да, да, 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 вот я хотел попросить». «Быть или не быть?» «Да, можно попросить?» «Просите музыку». «Быть или не быть?» «Быть или не быть?» «Быть или не надо оказать сопротивление» «И в смертной схватке с целым морем бед» «Не столько ни вверх, вот, а «в никуда», как вот пишет Дутин, то есть, это определенная степень какая-то проклятая Богом Вабилонская башня, которая должна быть разрушена. Вот, спина и плечи гамм это согнуты, ноги немного подкошены, вот и вот сейчас в сцене Сафири он как раз рвет с единственной своей драгоценностью в Дании а для него уже Дания это тюрьма а именно любовь и здесь конечно вот мы видим вот этот вот портрет в котором продлинуло время вот это передовой человек эпохи возрождения и будущей эпохи просвещения думчивое пытливое лицо актера открытое всем ветрам времени вот этот вопрошающий взор ну конечно голос который мы слышим и вообще печать интеллекта сосредоточенность склонность к размышлениям напряжения одухотворенной смысле все это вот просвечивает конечно у Смахтуновского и опять же здесь я вспоминаю хочу напомнить единственное вы спросили а сколько ему лет я сейчас не помню по времени но он воевал он 23 года значит он я вот знаю судьба вообще судьба вообще для нас нам так повезло потому что он попал в плен он же летчиком был попал в плен, бежал он тут нет, он летчиком не был он попал в народное ополчение да он был вот какой летчиком а, отец был по другим актерам нет, его бросили где-то там под Москвой короче он попал в плен ну там немцеплен такой какой-то был какой-то он даже не утрал там дырки какие-то но это и есть тогда ушел куда-то пришел к нашим то есть выжил как-то вот и стал актером и вообще конечно попадание на роль Гамбета это просто нам всем повезло здесь конечно вот вспоминается творчество Альдрехта Дюрера который вот рисовал вот этих людей возрождение гуманистов вот 16 века где вот проследовалась вот этот гимн человеку делу, духу вот обобщенный идеал который создавал и Дюрер вот он воспроизводится в принципе в гаммете это такой суровый мятежник, исполненный внутренней силой, сомнений, боевой энергии и мрачного раздумья чуждого спокойствия и ясной гармонии вот в Козинцевском фильме здесь можно сказать, что Гамбет тоже в общем он безусловно чужд спокойствия, меланхолии вот которые любили всегда играть такой и ясной гармонии его болевая энергия это мрачное раздумье вот, ну, надо сказать, что вот оптимизм передовых людей возрождения был, собственно, вот этим естественным порождением великой эпохи то есть рождался оптимизм будущего который заглядывал вперед вот, но все еще не мог родиться оптимизм будущего но в то же время старый не собирался уступать вот дорогу новому вот, и сейчас, сейчас, вот после вот этого монолога «Быть или не быть» который является таким обвинительным актом царства вот этого «Железа и крови» Клавдии и Гертруды вот, ну, здесь, кстати, у многих возникает, может быть, такая бесплодная мысль о самоубийстве потому что, собственно, явно осознается неравенство силы вот, схватка в одиночку, вот, циклой Дани, тюрьмой, да? вот, оно как бы не сулит победы, как он говорит так погибают замыслы с размахом в начале обещавший успех и здесь мы можем вспомнить многих революционеров, которые еще в эпоху, там, скажем, ну, даже современных каких-то противников, вот, так сказать, которые выступают хотя, ну, все говорят, ну, это совершенно невозможно, тебя там могут убить, арестовать, так сказать, вот но в то же время, вот, как мы видим, вот, на трагедии Габбет, так сказать, он взваливает на себя вот эту тяжкую ношу моральной ответственности за то, что произошло произошло, он же может вот даже другие, ну, критики так, конечно, несколько иронизируют, пишут, а в чем вообще проблема у Габбета? ну, приснился ему, вот, каждому из нас может присниться сон, который, ну, мы проснемся и вдруг что там, ну, что-то из нашей личной жизни, боже, ну, как этого не могло быть, ну, вот, в сне прямо четко, ясно, там, что-то было сказано такое вот явление этого призрака, вот, и, так сказать, ну, можно было бы к этому отнестись достаточно, как-то, ну, более зрело, что ли, да вот, но он берет на себя вот эту тяжесть моральной ответственности за все то, что происходит вокруг него вот, вот, и для того, чтобы утвердить, ну, сейчас несколько пафосно, я скажу, новый идеал гуманизма а вообще для людей вот той эпохи рассуждения о правах человека, ну, это вообще, понимаете, ну, это на уровне того, что, в общем, надо как-то подлечиться, потому что это несерьезно новый идеал гуманизма, а это о чем? ну, если я напомню, что вообще пьесы, когда игрались в эпоху Шекспира, то, конечно, ну, это и в дальнейшем было, это 19-го века, фактически, ну, до 1-го года было могли встать, вот, что-то есть, пить, богатые не могли это, потому что актеры выступали как студии ну, например, Елизавета как-то, она, Елизавета Первая, которая любила Шекспира, так сказать, в общем-то, покровительство она как-то пошла по сцене, ну, куда-то ей надо было пройти, она шел спектакль, она прошла по сцене, как пишут, и уронила платок ну, прервали, конечно, спектакль, подняли платок, передали королеву, так сказать, понимаете причем, это она не дело с вызовом каким-то, вот, это просто для нас было пройти, она пошла, так сказать поэтому, вот, эти идеалы гуманизма, о которых, вот, мы говорим, конечно, вот они, конечно, вот, все-таки пробивались, так сказать, какие-то силы вот это монархическое всевластие, самодурство конечно, очень жесткая церковная нетерпимость судьба Жордана Груна вообще, так сказать, показала, что если бы не защита королевы, то и Елизавета Шекспира может много бы там, так сказать, вот, потому что церковь и протестантская, и, конечно, католическая относились очень жестко к любому какому-то такому отношению, вот, к другому и плахи, и биселицы, и забольность мысли, это, так сказать, ждали сразу же все церковные соборы, вот, независимо от, так сказать, той или иной велигии они, конечно, регламентировали очень четко все побуждения прихожан и чуть что сразу же, в общем-то, вызывали на верность догматам, и, так сказать, на опросы ну, в Европе лилась кровь, это, так сказать, повседневная, под громы, плакали женщины, вот говорить о Варфоломеевской ночи, я думаю, много не будем то есть это «Быть или не быть», как прозвучавший вот этот монолог это, конечно, просто громовой, вот такой, обвинительный актер, против всего того времени вот, ну, актеры играли по-разному, по-разному, я сейчас, так сказать вот эта вот «Тихая грусть», например, вот, как играл один из ведущих актеров «Южин» русского театра, тоже 19-й век вот, главное впечатление, какое получает зритель от гаммы, это в исполнении «Южина» сразу же, при первом выходе «Южина», вот зарождается такое, вот пишет критик Владимир Филиппов вот, значит, Эфрос пишет «Основная складка души Качаловского Гамлета – Великая Скотта» ну, честно говоря, здесь тоже, я, как вот, может быть, там человек признающий, так театр достаточно хорошо конечно, здесь игра, конечно, на определенные меланхолические чувства в публике, в женской части, прежде всего, вызывало, конечно, какое-то, так сказать, приятие потому, что выходит Василий Качалов, да, мён, красив, так сказать, всё, талантлив вот, с такой меланхолией, знаете, да и, в общем-то, и в моей жизни тоже, вот, если человек зайдет, такой, знаете, меланхоличный, сядет то, может быть, что-то произошло, какой-то участок а если он ещё и умён, красив, элегантен, да, так сказать то, конечно, к нему, в общем, внимание будет большое а текст, конечно, Шекспира, так сказать, помогает актёру, в общем, родить образ очень интересный ну, вот, играл Гамлета Михаил Чехов ну, тоже крупнейший наш актёр бледный, с тонким и чахлым лицом вырожденца, с горевой белых лёгких волос длинными прямыми космами, спадающими на плечи стоял на сцене Гамлета Михаил Чехов ничего в сущности не добиваясь терзаясь невозможностью оставить грешную землю удалиться в тихую её долю созерцания небытия ну, как пишет, так сказать, критик описал игру Михаила Чехова ну, а как его не полюбить после этого конечно, да, мы рукоплескали, цветы, так сказать, подарки ну, вот, французский актёр, так сказать, Жан-Луи Баро, сам игравший Гамлета он характеризовал свою игру так черты сомнений, возвышенной нерешительности ключевое слово «возвышенная» нерешительный человек, то он нас особо, мы скажем, ну, как-то решает а если это «возвышенная нерешительность» какая, знаете, здесь много синонимов грусть, печаль, подавленность, страдачество, колебания вот, но вот все вот эти моменты они, конечно, всё-таки были присущи многим актёрам причём на протяжении многого времени но вот ко второй половине XX века значит, Гамлета значит, уже Григорий Козинцев вот он начинает представлять уже по-другому и вот сейчас уже, для того, чтобы вот он узнал ну, так по сюжету мы всё-таки вспомним а Гамлета узнаёт от призрака ну, вообще для современных, я вот разговариваю тоже со школьниками когда сейчас я со студентами спрашиваю а что, где вам призрак явится? ну, конечно, Григорий Александрович, подойдите вы сами-то видели призрак? может быть, отдохнёте? я говорю, нет, ну, как это? ну, во сне вот что? не патетически да, не патетически вот, или что-то скажет неприятное неприятное ну, о каком-то вашем семейном вопросе что-то такое вот а что, поверил? и Гамлет как, в общем, человек разумный как человек, ну, будущего, да ну, так сказать он, надо проверить надо подвергнуться какому-то опыту эксперименту и он приглашает, вот как известно труппу бродячих актёров вот ну, вообще, надо сказать тоже вот приглашение труппы бродячих актёров в замок ну, это вот у нас, ну, рубеж шестнадцатого, семнадцатого веков ну, это вообще ну, это очень редко был гертруд, так сказать ну, Клавд из Гертруда, прямо скажем, не страдали, так сказать в общем, театроманией какой-то ну, а если принцу захотелось, то точно там какая-то труппа, ну, как бы, там, Росгвардию послали и, так сказать, их приветствовали, так сказать вот вот, потому что даже вот на рубеже а уже вот отец, это самое, я просто так в качестве, я всегда привожу пример откуда у нас театр-то пошёл в России это вот Пётр Алексеевич, его отец-то был Алексей Михайлович он вторым браком женился на Анастасии Кирилловне красавице московской вот ну, разница в годах была осуществлена вот вот и вот она захотела молодая царица вот, так сказать ну, какую-то всё-таки провести вот и он пригласил причём ну, это такой вызов тоже давайте мы всё-таки поймём, что в семье произошла смерть ну, главы семьи главы и старшего то есть главы и старшего в зале будет присутствовать руководство страной а на сцене разыгрывается будет эпизод как жена и неверный брат убивают значит тоже старшего ну, знаете это то же самое как сыграет перед Александром I ну, это совершенно воспитаннейший благороднейший человек сыграть сюжет где так сказать неверные подданные убивают своего человека для того, чтобы вот это сделать он устраивает некую мышеловку то есть здесь мысливо мысливо возвращается к тому что надо всё-таки проверить и он немного притворяется безумным а вот я придумал такую пьесу и попросил давайте посмотрим да и мать да сударь мысливо мысливо обратите внимание улыбка отдел отдел постановка очень много талантливых прекрасных постановок но всё-таки выделенные были Лориус Оливье и Григорий Косинцев вот эти две постановки и вот мы разбираем сейчас одну из лучших постановок мира по Гамлету это конечно и здесь вот мы уже говорили о том что вызовом значит прозвучало то что то есть Гамлет целенаправленно идёт к решению задач так а что делать вот он размышлял быть или не быть призрак ему заявил что отец его убит вот значит да и он решил проверить вот и он значит вызывает актёров что для Алисинора звучит в общем ну так сказать вот вот я говорю что когда перед Натальей Кирилловной играли вот эти какие-то актёры там сейчас я уже не помню там есть запись очень конечно двор вообще Алексей Михайловича ну царь решил тут никто не скажет ничего но это было так же и здесь вот мы видим здесь очень хорошо идёт Клавдий вот эта вот самодовольная уверенная улыбка руководителя страны да который упоён своим величием и он действительно собственно велик армия народ вот все так сказать вот Гертруда прекраснейшая вот идёт да королева ну так сказать по-моему вот свежая самодовольная играет великолепно вы как женщина да она она сыграла вот это чувство она его любит мужа не любит так сказать так получилось а сейчас она на вершине вот их смех помните когда Габлид говорит с Афелия они там что-то смеются да в окружении двора вот они сделали каприз у принца ну пожалуйста вот вызвали актёров так сказать вот ну и конечно Анастасия Вертинская мы ещё поговорим вот конечно Афелия которую ведёт её отец первый ну так сказать премьер-министр так скажем первый советник короля в общем-то уже с надеждой что дочь может стать и супругой принца собственно да видно что как-то у них какое-то чувство так сказать там что-то зародилось вот и вот игра собственно говоря игра актёров показывает что король и королева оцепенели они-то в общем не прочитали сначала пьесу и здесь надо сказать что спецслужба спецслужба тоже так сказать прошляпила так сказать и после того как когда вот на сцене изменится королева фальшиво декламирует мужу милейший шаг вернет меня в беду когда вдова я замуж вновь пойду вот всё это вот король с трудом делает вид что он бессмятежно наслаждается так сказать игрой но в то же время Клавдий всё-таки с хмурым лицом а королева замирает в тоскливом мрачном таком предчувствии особенно тогда когда вот актёр игравший Люциану вливает старому королю в ухо яд появляется молодая королева и страстно прижимается к Люциану и надевает ему на голову корону ну здесь уже кто бы выдержал Клавдий вскакивает как будто его ударило током царедворцы тоже вскакивает с мест ну вот и Клавдий покидает зал почти бегом вот как он шёл сюда торжественно самоуверенно гласно красиво вот вот этот грузный человек в своём в общем-то таком тяжёлом королевском одеянии бежит по залу замка преследуемая ужасом также за ним бегут придворные королева вот как затравленный зверь как описывают так сказать вот и здесь вот надо вспомнить страницы написанные Берицким Клавдий вот и Гамлет прекрасно осознаёт какую рану он нанёс Клавдию и вообще устоем Эльсинора потому что Клавдий, конечно, он персонифицирует Эльсинор вот этот старый мир пусть раненый олень ревёт а уцелевший скачет на ходу бросает Гамлет ходя в габелелый зал и здесь он затыкается вот на группу флейтистов из придворного оркестра вот они-то ему как раз и нужны он говорит а ну-ка, а ну-ка, музыка вот и музыканты начинают что-то играть так в терапиях Гамлет сидит на перилах и вот здесь вот очень важная тоже сцена с флейтой с флейтой потому что к Гамлету подбегают его друзья разнократце Гильденстер но они его друзья которые так сказать все-таки им объяснили что надо следить за вот и значит говорят пытаясь перекричать музыку что Гамлет все-таки ведет себя неправильно король чувствует себя очень скверно после этого спектакля а Гамлет спрашивает ну играет конечно а в чем а в чем плохо он себя чувствует от чего бы это от вина может быть вот все раскалят желчи говорит Гильденстер астроумнее было бы сказать это его врачу в полнейшем хладнокроме отвечает Гамлет если я пропишу ему мое слабительное опасаюсь как бы желчи не развелась у него еще сильнее ну вот давайте посмотрим эту сцену флейта что это флейта 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 это флейта 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 так сказать привнося вот это будущее светлое ну весну в определенной степени здесь конечно уже Гамлет совсем другой и здесь вот Козинцев не дает ориентации на такого некоего обыкновенного Гамлета который встречался вот у многих актеров ну вот например Людвиг Леве это вот один тоже из крупнейших актеров 19 века он играл Гамлета таким обыденно бюргерским вот возвышенное отсутствовало вот в тонах в речах такой обыкновенный буржуал но опять же это не в том плане что мы там ругаем в данном случае но вот это было решение конечно видимое режиссерское но и соответствовало той эпохе потому что Гамлет вот Чехова мы вспоминали когда он говорил что плачет потому что это было вот со сцены это шло необходимо вот я сейчас опять же напомню вам посмел отсоедить Ярославского театра вот ну а там другие ну скажешь что ты скажешь конечно гениальное произведение очень актуальное вот первое действие оно было решено в более таком смелом каком-то режиме а второе действие когда вот так сказать ну конечно таком несколько учебном плане вот здесь вот актеры тоже обильные слезы вот такой буржуазно здоровый Гамлет вот вообще вот как язвительно сказал один критик вот отзываясь об этих Гамлетах но эти Гамл должны были жить ну зачем им умирать вот вот Валерий Брюсов упрекал например даже московский художественный театр что он пытается обратить трагедию в одно из происшествий которые совершаются ежедневно и поэтому в исполнении Качалова датский принц такой обыкновенный человек один из тех кого мы ежедневно встречаем среди наших добрых знакомых в салонах на перьерах на вернисажах вот насколько справедливо это обвинение вот в упреки Брюсова в обыкновенности Гамлета Качалова ну сложно сказать но здесь интересует нас не столько Гамлета Качалова сколько вообще проблемы совмещения вот огромных масштабов этого мирового образа нового с борьбой со старым вот и вот здесь может быть даже Брюсов где-то неправ вот Додин пишет потому что все-таки совместить вот эту обыкновенность и масштабность это конечно колоссальная проблема и как добиться чтобы герой был предельно близок к зрителю а предельно близок к зрителю он должен быть сентиментарен ну большая часть скажем зрителей это зрительница вот и так сказать такой Гамлет вот был близок и в то же время чтобы вот вот эта сценическая дистанция возвышала его в том действительно величии о котором писал все-таки Шекспирт то есть вот это должна быть и духовная такая дистанция станислав станислав но это наше все самое правое в Гамлете явились значительные трудности в нем мы снова встретились сверхчеловеческими страстями которые надо было воплощать в сдержанной и чрезвычайно простой формы вот насколько это удалось Станиславский подводит малоутешительный итог я понял что мы артисты художественного театра научившиеся некоторым приемом новой внутренней техники применяли их с известным успехом в пьесах современного репертуара а вот в трагедии Шекспира и Станиславский признается мы не нашли соответствующих приемов и средств для передачи пьес героических с возвышенным стилем и вот при всей бесхитростной казалось бы естественно игре Смартуновского Гамлет вот в Козинцевском фильме это конечно сверхчеловек такой исключительный человек воплощающий в себе будущий век свой век век вот этих людей Виттенбергского университета но в какой-то степени для нас это вот люди оттепель вот те которые опять же здесь нельзя не вспомнить я вот всегда когда говорю конечно гамлет конечно Владимира Семеновича Высоцкого вот я тоже думаю сейчас нас слышит потому что он конечно сыграл вот эту неукротимую энергетику так сказать оттепель вот этих людей вертикаль вот эти все горы куда-то там и течет туристы какие-то вот Высоцкий не как даже личность актера а вот как выразителя вот этой эпохи 60-х годов которая к сожалению не нашла своего выхода на самом деле она в общем заблухла по большому счету конечно к 80-м годам можно сказать что в общем она но вот этот порыв Ахмадулина Вознесенский так сказать вот поэзии это конечно люди будущих в данном случае Гамлет тоже выступает как человек будущего и именно мысль Гамлета вот подвигает его на борьбу и он отрезает себя все пути отступления собственно говоря вот например Иван Гочаров еще писал в нормальном положении Гамлет ничем не отличается от других он не лев не герой не грозен он строго честен благороден добр он светло и славно прожил бы свой век если бы и в мире было все светло и славно но он столкнулся с горькою потеря отца вот этим странным кавычках браком матери со страшной действительностью и по роковому вызову судьбы он вынужден стать борцом со злом судьей мстителем главной искупительной жертвой то есть столкнувшись со злом вот кто-то кончает жизнь самоубийством я вот здесь тоже напомнил вам конечно я очень тоже много там изучал вот самоубийство произошедшее с супругой руководителя советского союза в общем умного условно боевого человека я имею ввиду как звали жену старин нет Светлана это дочь звали нет нет супруга которая покончила с собой забыла как ее звали но по крайней мере в институте у нас же есть музей медицинская академия да а почему и так а я сейчас как раз об этом говорю она покончила потому что у нее был изначально очень сложный диагноз сам ваш запрет нет нет мы сейчас уйдем от диагноза это привел к тому что ну грустно мы сейчас будем изучать все-таки в рамках шекспировского такого подхода мы диагнозы все отставим потому что диагнозы я сам работал некоторое время психологом внимание к психотерической боли диагнозы можно поставить всем причем не один вот поэтому нет все дело в чем потому что мы будем сейчас в каком аспекте вот значит сильный волевой руководитель мощной державы да который прошел наш большой путь в общем-то борьбы реально такой борьбы все было убийство там и врагов и бывших соратников а вот она как раз выразитель чего она выразитель того что она ну я условно может вера в некие все таки постулаты добра справедливости вот нет мы пока сейчас еще аферия и вот здесь возможно так же как вот илган понимаете собственно главы ну руководитель государства ну что ну вот так получилось вот и мать ему там говорит потом при беседе надо принять то что так ну вот отец умер там а что-то там приснилось вот и вот в данном случае вот но в данном случае выход значит застрелилась то есть не приняла и приняла решение уйти из этого мира в данном случае гаммель так сказать отрезав все пути отступления вот он бьется слояр там так сказать там вот и значит тоже гибнет то есть здесь можно сказать что после мышеловки после мышеловки в Альсинор приходит страх у короля конечно королевы ну и царедворцы тоже чувствуют что как бы прочное здание государственной власти как-то стало зашаталось завибрировано потому что вот поведение короля во время этой пьесы показалось что так сказать в общем так сказать тревога объявшего Гамлета вот он звучит он заявляет вот Гертруде например повалят беды так идут Гертруда не врозь а скопом первым была глухая смерть Полония тоже Полоний был убит при подслушивании разговора Гамлета с матерью второе необходимость Гамлета сослать куда-нибудь подальше но Гамлета посылают в Англию третье горе народ ворчит здесь тоже обычно там народ ворчит я хочу напомнить что вообще февральская революция началась с того что на заводах стали требовать выплатить зарплату но наши добрые бизнесмены они как всегда удерживались война вообще-то шла но они удерживались вот выплатить зарплату ну а потом раскрутились да ну вот хочется спросить ну выплатили бы зарплату вперед за два месяца что-либо кто же расскажет да 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 вот народ ворчит вся муть скула со дна и все рядят и судят то есть начинает он как опытный политик понимает что любая вот такая милость может так сказать быть спусковым крючком начала чего-то очень такого неприятного свержения смерти вот и и поэтому так сказать вот этот страх поселившийся в Эльсиноре в Эльсиноре ну здесь надо сказать не могу не привести потому что автор книги Ефим Семенович Добенко был так сказать очень коммунистом и вот он приводит например слова Маркса ну в общем-то слова правильные которые любил повторять гавритовское крот славно роет гавритов а он Маркс переначал как известно крот истории славно роет вот и здесь мы все-таки давайте так сказать сарказм гаврита конечно дух его отчаяния все это так сказать было но здесь очень важно мы немного пропустили очень важный конечно эпизод после вот монолога быть или не быть это встречу с аферией надо сказать что вообще конечно здесь настолько все прекрасно играет но еще удивительно то что роль аферии сыграла студентка она была вообще так сказать тогда еще студенткой она в авдике училась в авдике вот вертинская конечно это дочь знаменитого певца марианна анастасия анастасия конечно она была еще студенткой ее взял конечно все-таки григорий позинцев в большей степени чистое открытое лицо глаза изнеженные линии лица бледность лица напоминающая вот о хрупкости хрупкости и еще раз хрупкости которая как раз вот нужна нужна вот в аферии ну вообще роль аферии конечно ей сыграна может быть где-то бессознательно прекрасно и талантливо но с другой стороны конечно все-таки это и способности но теперь если говорить о самом образе аферии конечно сейчас надо сказать что вообще это незавидная роль это дочь очень высокопоставленного сановника первого сановника короля возможно невесты принца она настолько жестко вот в этих условиях в общем-то которые требуют время там и религия конечно и постоянная вот она вот здесь вот когда двигается идет сам ее наряд ну здесь не попрыгаешь прическа высокая да требования ну ее воспитательность конечно ни в коем случае никаких эмоций не должно выражаться девушка не должна и вот она там немножко все-таки выпадает когда принц говорит давайте я сяду к вам на колени так сказать вот что уже есть нарушение как бы вот этого этикета да то есть вот давайте мы сейчас посмотрим значит встречу разговоров в руках забить молитвами девушка всегда должна не просто или вязать культуру поэтому мы говорим о том что Афелия конечно попав вот в этот жестокий чудовищный мир который и в дальнейшем и до нее был конечно и дальше вот был который убивает так сказать все живое да все живое и вот стреляются люди женщина счастливая жена в общем руководителя государства мать двух прекрасных в общем там Светлана и Василий да вот так сказать то есть все вообще хорошо так же как и пишут критики ну вот я говорю иронично а в чем проблема Гамыт это вообще в чем Боже Мое ну принять надо ему мать уже говорит все говорят ну надо принять так сказать нет это вообще неплохо афелия вот сейчас так сказать а он ее так жестоко после таких слов вообще девушка действительно может пойти утопиться вот смотрите мы столкнулись с поголовным предательством и там жестоко он действительно с предательством другого Это еще он молодец, кто-то он распитывал. Другого в разъездное воплощение метели по кубаре. Нет, ну он их раздался, что ли? Да это парадокс, но это моя, конечно, точка зрения, что Баблик, ну, Олег, не дожал их мерзавцев. То есть он спасовал перед этой ситуацией. Это предательство его, что называется, изумило слишком. Ну, поизумлялся, ну, встань и пошел. Встала и пошел. Ну, вот нет его ему. Это он не Николай Павлович, который выйдет и будет декабристом. Русский мужик так не размажется. Ну, кстати, вот если вспомнили, вот, нет, ну, во-первых, Гагамбет их всех дожал, они все погибли. Он их и сам закрылся. Вот беда такая. Ведь подвиг-то не в том, чтобы его покинуть, а в том, чтобы трясить дело до конца. Истаться живым. Иначе не было трагедии. Да, это действительно. Поэтому, говорим, о литературе, она собака так далека. А, кстати, о Николае Павловиче можно сказать, что, конечно, если так рассуждать с точки зрения государственной, был произведен попытка государственного переворота страшнейшего. Были выведены гвардейские полки. И результат, судебный результат, когда пять человек казнено, остальные, там, несколько, ну, по-моему, несколько сот, там, солдатами сосланы. Это, конечно, минимум. Это вообще минимум-минимум. Думали бы все уководство знало, что все-таки завещание есть Николай должен быть царем. Ну, ведь девушку причем, да? Причем безжалостно ее так хлыщет, вот, хлещет вот этими вещами слов, самое дорогое ему существо, плоть от плоти. И в то же время, Афелия, к сожалению, здесь выступает, конечно, вот, тоже плоть от плоти вот этого Эльсинора, страшного мира тьмы. Вот, например, ну, прекрасная актриса, великая наша актриса Ялочкина, когда играла Афелию, она делала так, что она как бы не подозревает о, значит, том, что подсушивает отец и король. Мы заканчиваем, заканчиваем. Ну, вот, ну, надо сказать, что здесь, в этой сцене, Ганна, кстати, увидела Афелию в последний раз живого. Друзья мои, ну, я думаю, что надо всем нам посмотреть этот фильм еще. Я вам советую посмотреть, посмотрите всем фильмы. Вот, потому что фильм прекрасный. Вот, ну, я думаю, может быть, мы еще продолжим. Я не против, я только даю. Извините, что без драки. Нет, спасибо, спасибо. Вы меня простите. Вы меня как-то живем в 12-й пятницу, хотя четверг. У меня еще сейчас два раза снова классик 0-й марта. Я не знаю, что я закрою. Я закрою, спокойно, я заняты. Спасибо, вы разрешу.